Мы вновь приветствуем наших зрителей в эфире программы День города в студии Оксаны Тебенихина. Я и мои коллеги в ближайшие 15 минут расскажем вам о событиях Рязани. Смотрите сегодня. Сотрудники органов следствия Российской Федерации сегодня отмечают свой профессиональный праздник. На территории древнего городища Старая Рязань вновь началась работа археологической экспедиции. Как горожане отмечают выходные, пляжный отдых не проходит бесследно. Пляжный сезон, несмотря на капризы погоды, продолжается. Горожане с удовольствием проводят свободное время у воды. Места отдыха на территории Рязани после веселых выходных теряют свой презентабельный вид, что понятно, виновниками тому являются сами отдыхающие. Наша съемочная группа проинспектировала городские пляжи. Понедельник совсем не обязательно должен быть трудным, особенно когда лето, жара и отпуск. Городские пляжи тому в подтверждение. Сегодня здесь многолюдно, шумно и по-летнему атмосферно. В этом году впервые все три барковских карьера – официальные места купания. Итак, на первом припарковаться можно без труда. Через несколько метров оказываемся уже на пляже. Сразу что бросается в глаза – это окурки в песке, несмотря на то, что вдоль всего пляжа установлены урны. Сами отдыхающие довольны, признают, что чистота зависит от них самих. Все зависит больше от нас. Сами мы здесь мусорим. Приезжаем, мы здесь частенько бываем, а порой после выходных сами мы не привыкли. Мы не культурные. Везде ветки валяются. Ну, вы же сами видите. Ну, я сказала бы, что среднее состояние. Какое оценку? Ну, я думаю, что на три. Там утром ходит какой-то молодой человек, он убирает. Ну, потом в конце, конечно, уже тут грязноват. Бычки, сигареты, качки пустые. Ну, грязноват. От кого это зависит? От нас. На втором Барковском карьере также на мачтах развиваются флаги. Их цвет зависит от температуры воды и рассказывает посетителям, насколько комфортно купаться. Это нововведение нынешнего лета. Здесь тоже есть медпункты, бесплатная вода, на вышке дежурят спасатели. И снова такие же окурки по всему берегу. Так что, если мы бы еще не сорели, вообще бы красота была. В этом году первый раз здесь? Ну, окурков много, конечно, валяется. Хочешь поделать? Мусор, мусор ездят. А так ничего, вода чистая. Очень чистый пляж. Вода также очень чистая по сравнению с другими водоемами. Тем же карьером, который находится чуть дальше. Очень понравилось. От Варковки до пляжа ведут дорожки. На выходе есть где помыть ноги и лавки, чтобы переобуться. Информация о кабинке, урны по всему пляжу. Нормально. Урны поставили дополнительно. Мусор меньше стал. Лавочки. Ну, хорошо, я считаю, в этот год. Я думаю, нормально. Ну, побольше мусорников. А так все хорошо. На Ореховом озере отдыхающих тоже много. Из отличия здесь установлен детский городок. Загорающий рассказывает, что еще недавно берег и заход были неудобными и глинистыми. Но после статьи в популярной городской газете все исправили. И теперь белый песок радует не только глаз, но и пятки отдыхающих. Единственное, что хорошо, это они покосили траву. А, значит, после заметки вот песочек привезли. Вот они его вот аж вот туда засыпали. Хоть выходить теперь из воды хорошо. Дело в том, что, во-первых, и песок привезли вот недавно. Песок чистый. Вот сюда хорошо отдыхаетесь, когда погода хорошая. Вот. Вода тоже отличная. Особенно приятно слышать довольные отзывы гостей города. Их можно найти на каждом из пляжей, и они рады делиться впечатлениями. Из Ухты. Ухты, это далеко. Сколько ехал? Две сутки с половиной. Нравится, что тут так тепло. И озеро такое. Теплое? Да. А чисто, грязное? Грязное и чисто. Ну, нам здесь очень нравится. Мы вообще гости города. Мы приехали, по-моему, из Карелии, из Петрозаводска. Вот, и как выясняется, это лучший выбор. Здесь купались мои родители, моя бабушка. Мы приехали, и это прекрасно. И мы можем сравнить с прошлыми годами. Прекрасный желтый флаг. Спасатели всегда на месте. Очень такие позитивные ребята. Чисто, аккуратно. От ужасной музыки нет. Есть медики. Я сама медик. Сам с Владислава приехал. Ну, нормально, в принципе, чисто. И я смотрю, дети купаются, как бы. И самому в воду не жалко залезть. Нормально, мне понравилось. Подъезд понравился. Да. Очень, очень, очень. Вообще очень переобразилось. Я попал в 93-м году здесь первый раз. И вот я сравниваю 93-й год. И сейчас это день и ночь. После экскурсии вывод можно сделать только один. Берега Рязанских пляжей готовы принимать рязанцев для отдыха. Но готовы ли горожане не превращать свои солнечные ванны в одну сплошную курилку? Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Начиная с 2014 года в нашей стране отмечается новый профессиональный праздник. День сотрудника органов следствия Российской Федерации. День сотрудника органов следствия – это профессиональный праздник всех сотрудников следственных подразделений, соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Марина Комиссарова расскажет о работе современного следователя. Основные цели и задачи следственных органов Следственного комитета России – оперативное и качественное расследование уголовных дел, обеспечение законности при производстве предварительного следствия, защита прав и свобод человека и гражданина. Сегодня, в праздничный день, лучший повод наградить сотрудников, стоящих на страже закона. Следственный комитет и следственное управление – это достаточно молодой орган, но вырос он из следствия, которое организационно входило и в советское, и в более позднее время в прокуратуру Российской Федерации. Поэтому традиции, они как бы передаются, они сохраняются. А по возрасту, я вот как уже ветеран следственных органов, смотрю на эти молодые лица и вижу, что, в принципе, они просветленные, вдохновленные. И у меня, как у ветерана, естественно, укрепляется надежда, что со следственными органами, со следователями молодыми у нас все в порядке. Начавшаяся еще в середине прошлого века дискуссия ученых-правоведов о необходимости создания единого органа предварительного следствия, неоднократно озвученное в наши дни, получила закономерное продолжение в результате установления единого праздника для всех следователей. Предложенный Следственным комитетом России проект постановления правительства Российской Федерации получил поддержку в Министерстве внутренних дел России, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Служба этих людей не видна, но очень важна. Ежедневный труд следователей, сбор доказательств, сопоставление фактов, кипы бумаг и вещдоков, допросы – все это остается за пределами публичного освещения. Как правило, о преступниках и преступлениях мы узнаем после заседания суда. Между тем, именно работа следователей, кропотливая, интеллектуальная, гарант того, что ни один злодей не останется безнаказанным. В центре внимания общественности в последние дни списки спортсменов, которые отправятся в Бразилию на Олимпиаду. Допинговый скандал, развернувшийся вокруг легкоатлетической сборной России, имел свое продолжение. Вчера в арбитражном спортивном суде Лазанны решался вопрос об участии всей российской сборной в Играх-2016. Мы решили поговорить с жителями города и узнать, что они думают по поводу этой неоднозначной ситуации. Олимпийский комитет России проиграл дело в спортивном арбитражном суде в Лазанне по вопросу допуска российских легкоатлетов на Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро. Отстранять сборную Российской Федерации от участия в Олимпийских играх Международный Олимпийский комитет не стал. Однако российские спортсмены, которые ранее попадались на допинге, не будут допущены к участию в Играх в Рио-де-Жанейро. Кроме того, Международный Олимпийский комитет подтвердил также, что решение по допуску атлетов будут принимать Международные федерации по видам спорта. Какую же реакцию вызвало такое решение в обществе? Будет ли там наша сборная? Я думаю, что всем очень не понравилось, что мы выиграли все медали на прошлой Олимпиаде. Действительно странно, конечно. Может быть, что-то там муткой подшаманил. Это может быть. Но с другой стороны, почему же тогда не предъявляют претензии сборной Китая, которые славятся очень качественными допингами. Хотя у них химическая промышленность на более высоком уровне, чем у нас. И все это знают. Что все китайские спортсмены на самой передовой науке находятся по химическим всяким элементам в крови. Поэтому, конечно, здесь есть и политическая составляющая. Но болеть, ну не знаю. Что там болеть, за что? Может, там еще и не будет никого? Я считаю, что да. Почему? Вы думаете, что они... Я считаю, что допинг в спорте не приемлем. А вы считаете, что наши спортсмены единственные в мире, кто применяет допинг? Раз уж они были в этом замечены, то да. Скорее всего. А болеть-то будете за кого-нибудь в отсутствии наших спортсменов? Нет, не думаю. После развала Советского Союза все началось. Жень. Никто денег спортсменов не вкладывал. Никому это не нужно было. А спорт – это не просто голые мышцы. Это, во-первых, и фармакология. Потому что без фармакологии выиграть сейчас нельзя. А потом, когда появились деньги, появились олимпиады, нужны стали спортсмены. А спортсменов взять негде. Начали их, естественно, пичкать тем, что было тогда, еще сделано при Советском Союзе, что уже давным-давно запрещено. Просто я сам бывший спортсмен. То есть отстранение легкодетных, это справедливо, скажешь, в точке зрения наших в России? Ну, это точно не политика. Сто процентов. Решение КАС по иску Олимпийского комитета России сравнимо с похоронами легкой атлетики, заявила двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исенбаева. «Слабая у нас защита. Я бы сказала, нулевая. Никто не отстоял и не защитил мои права», написала Елена на своей страничке в Инстаграм. Многие болельщики считают, что даже занявший первое место, спортсмен без участия Елены Исенбаевой все равно будет вторым. Олимпиада пройдет в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа. И это будут первые олимпийские игры, организованные в Южной Америке. С начала лета на территории древнего городища Старая Рязань вновь началась работа археологической экспедиции. Буквально по крупицам ученые стараются восстановить уклад жизни наших предков. Какие находки были сделаны в этом году, расскажет Ирина Ковалева. Старая Рязань – уникальный археологический памятник, пусть и с неохотой, но все же приоткрывает тайны своей истории. Исследование этого места началось еще в XIX веке, но последние 23 года раскопки здесь проводятся каждый год, без перерыва. Напомним, что за все время изучения Старой Рязани на ее территории было найдено 17 кладов. Однако целью археологов является не поиск спрятанных некогда ценностей, а восстановление уклада жизни наших предков, а в этом им помогают самые разнообразные находки. Так, в этом сезоне учеными найден довольно интересный комплекс с бытового инвентаря XII-XIII веков. Топор, серп, пешня для колки льда, два ножа, долото, два точильных камня и три пряжки. То есть совершенно непонятно, как эти вещи оказались в одном комплексе. Это такая пока еще загадка, но комплекс очень интересный и можно назвать его даже кладом, потому что они были сложены все вместе и, возможно, спрятаны. Но, конечно же, он не сравнится с теми кладами ювелирных украшений и вряд ли мы будем давать этому комплексу очередной номер 18. Этот комплекс был найден неподалеку от раскопа на северном городище, а сам раскоп, в части которого были найдены остатки оборонительных сооружений, поможет археологам понять и реконструировать процесс и этапы их возведения. Здесь вот пока это плохо видно, на этом участке мы еще до дна не докопали, но на соседних участках очень хорошо прослеживалась сама конструкция стен, прослеживалась конструкция насыпи, которые снаружи были присыпаны эти стены, берма, ступенька в этой насыпи, которая обеспечивала дополнительные трудности для нападающих. И даже если нам возьмем, например, угол отсыпки этих стен и сравним его с теми нормами и стандартами, которые существуют сейчас при сооружении насыпи, строительными нормами, они совпадают один в один. То есть инженеры очень четко понимали все те физические свойства грунта, которые не меняются, но они это очень хорошо знали. Опытным путем они добивались того же, чего сейчас инженеры добиваются при помощи высоких технологий. Во второй же части роскопа продолжаются исследования остатка жилых построек и кладбища конца XII-начала XIII века. Именно на этом кладбище был найден знаменитый клад ювелира. А в этом сезоне в ходе исследования древних останков был обнаружен неистлевший фрагмент ткани и пуговица. Какие еще тайны скрывает не только земля древнего города, но и воды реки в районе Старой Рязани, предстоит выяснить ученым из Москвы. Как все знают, что Старая Рязань была большим городом по меркам Средневековья. И здесь была большая речная торговля, как мы предполагаем и как пишут летописи. Поэтому после того, как она стала развиваться, мы предполагаем, что большое количество товаров приходилось сюда по реке. Здесь должны были быть и пристани, и какие-то хранилища, типа баров. А также, скорее всего, мы рассчитываем, что найдем остатки древнерусских судов, речных лодий. Поэтому мы сейчас приехали с гидролокатором бокового обзора, прибор, который позволяет видеть все объекты, находящиеся на дне реки. Если на дне обнаружатся объекты, которые будут отвечать интересам ученых, то зимой, когда встанет лед и вода сделается прозрачной, они вернутся сюда для более развернутых исследований. Ну а сегодня продолжаются работы на суше, в которых археологам помогают волонтеры. Кстати, приезжают они сюда со всего мира, что еще раз доказывает уникальность этого памятника архитектуры. На этом мы завершаем наш выпуск. Я и мои коллеги благодарим вас за внимание. День города прощается со зрителями до завтра. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok